Библия называет Бога своим автором, однако она писалась людьми, и в разнообразии стилей ее отдельных книг проглядывают характерные черты ее писателей. Открытые истины Бога духовновенны, но обличены в человеческие слова. Безграничный Бог посредством Святого Духа просвещал ум и сердце своих слуг. Он посылал сны и видения, символы и прообразы. И те, кому таким путем была открыта истина, уже сами облекали данные им мысли, слова. Десять заповедей были произнесены самим Богом и написаны Его рукой. Это творение Господа, а не человека. Но Библия в целом являет собой союз божественного и человеческого, поскольку истины, данные Богом, выражены в ней человеческим языком. Подобный союз существовал в естестве Христа, который был Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Таким образом, библейский текст «Слово стало плотью и обитало с нами». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, может быть применен как к Христу, так и к Библии. Книги Библии, написанные в разные эпохи людьми, которые резко отличались друг от друга своим положением, занятиями, умственными и духовными дарованиями, весьма не схожи по стилю и по тематике. Разные люди, написавшие эти книги, по-разному выражают свои мысли. Мы часто находим, что одна и та же истина ярче раскрыта одним автором, нежели другим. Так как не один человек, а целый ряд людей освещают в Библии тот или иной вопрос, рассматривая его со всех точек зрения, то несерьезному, поверхностному и предубежденному читателю может показаться, что эта книга полна противоречий и разногласий, в то время как проницательный, вдумчивый и благочестивый исследователь увидит в ней безусловную гармонию. Поскольку об истине писали разные люди, она представлена во всем своем многообразии. Кто-то из авторов Библии заостряет свое внимание на моментах, которые непосредственно связаны с его личным опытом и способностью давать оценку событиям. Кто-то совершенно иначе воспринимает и описывает полученный свет. И каждый, под руководством Святого Духа, говорит о том, что произвело на него самое сильное и глубокое впечатление. А в результате мы видим истину. Многогранную и абсолютно цельную и гармоничную. И всякий человек при любых обстоятельствах и жизненных испытаниях, обратившись к этой истине, получит ответ на все свои вопросы. Богу было угодно сообщить миру истину при посредстве людей, и Он сам через Святого Духа наделил их способностями для этого труда, определенным образом направляя их мысли и подсказывая, что говорить и писать. Хотя это сокровище хранится в земных сосудах и возвещается несовершенным человеческим языком, оно остается Божьим свидетельством. И каждое послушное Дитя Божье видит в нем славу Божественной силы, полной благодати и истины. Со всем вышесказанным полностью согласуются мои утверждения в статье «Отвергнутые свидетельства», написанной 20 июня 1882 года и опубликованной в свидетельствах для церкви, том 5. Привожу некоторые выдержки из этой статьи. Многие братья и сестры с самодовольством оглядываются на те долгие годы, на протяжении которых они отстаивали истину. Они полагают, что заслужили награду за свои прошлые испытания и послушания. Но этот подлинный опыт в общении с Богом в прошлом делает их еще более виновными перед Господом за то, что они не сохранили своей чистоты и не движутся вперед к совершенству. Их верность в прошлом никогда не возместит пренебрежение своим долгом в настоящем. Вчерашняя приверженность истине не может возместить нынешнее вероломство. Многие оправдывают свое пренебрежение свидетельствами такой причины. На сестру Уайт оказывает влияние ее муж. В свидетельствах ощущается его дух и суждение. Другие же пытались воспользоваться мной для оправдания своего образа действий или для обретения влияния на других. Именно тогда я решила, что впредь из-под моего пера не выйдет ни одной строчки до тех пор, пока в церкви не будет заметно преобразующая сила Бога. Но Господь возложил на мою душу бремя. Я ревностно трудилась для вас. Чего это стоило мне и моему мужу откроется в вечности? Мне ли не знать состояние церкви, когда Господь вновь и вновь в течение многих лет показывал мне ее жизнь? Предостережения следуют одно за другим, но решительной перемены так и нет. Однако даже теперь, когда я посылаю вам это свидетельство, содержащее предостережение и обличение, многие из вас заявляют, что это просто мнение сестры Уайт. Тем самым вы оскорбили Духа Божьего. Вам известно, как Господь проявляет себя через Дух пророчества. Прошлое, настоящее и будущее прошло передо мной. Мне были показаны лица, которых я никогда не видела, и лишь спустя много лет, встречая этих людей, я узнавала их. Я пробуждаюсь от сна с ясным представлением о том, что было явлено мне в видении. И среди ночи я сажусь за письма, пересекающие континент и пребывающие туда как раз вовремя, чтобы избавить дело Божье от больших бед при очередном кризисе. Я исполняю это служение в течение многих лет. Какая-то сила побуждает меня порицать и обличать неправду и грехи, о которых я и не думала. Скажите же теперь, от Бога или от дьявола была моя работа на протяжении последних 36 лет? Уехав в Колорадо, я сильно переживала за вас, что, несмотря на слабое здоровье и списала много страниц, которые надлежало прочитать на вашем лагерном собрании. Обессиленная и дрожащая, я поднялась в три часа ночи, чтобы писать вам. Бог говорил через мое немощное человеческое существо. Вы можете сказать, что это послание всего лишь обычное письмо. Да, это было письмо, но вдохновенное Духом Божьим для того, чтобы изложить вам показанное мне Господом. В письмах, которые я пишу, в свидетельствах, которые я несу, я представляю вам то, что открывает мне Господь. В нашей газете нет ни одной моей статьи, которая выражала бы лишь мои собственные мысли. В них только то, что Бог открыл мне в видении. Это драгоценные лучи света, исходящие от Его престола. Чей голос вы признаете за голос Божий? Какие еще средства есть у Господа, чтобы исправить ваши ошибки и показать вам ваше поведение в истинном свете? Какие еще есть средства, способные повлиять на Церковь? Если вы не желаете верить до тех пор, пока не будет устранена всякая тень неопределенности и всякий повод для сомнения, вы не уверуете никогда. Сомнения, требующие безусловного знания, никогда не покорятся вере. Вера основывается на свидетельстве, а не на бесспорном доказательстве. Господь требует повиноваться голосу долга, когда вокруг нас раздаются совсем другие голоса, призывающие нас идти в противоположном направлении. Мы должны серьезно и внимательно вслушиваться, чтобы распознать голос, исходящий от Бога. Мы должны сопротивляться своим природным наклонностям и побеждать их, и, не вступая в переговоры с грехом и не ища компромиссов, повиноваться голосу совести, чтобы он не умолк, и мы не оказались во власти своей воли и порывов. Слово Божье приходит ко всем, кто не противится Его Духу, и принимает твердое решение внимать и повиноваться. Этот голос слышен в предостережениях, советах и обличениях. Это весть света, которую Господь направляет своему народу. Если мы будем ждать более громких призывов или более благоприятных возможностей, свет может быть отнят у нас, и мы останемся во тьме. Мне больно говорить вам, мои братья, но ваше греховное пренебрежение к тому, чтобы ходить во свете, окутало вас мраком. Вы теперь, видимо, вполне искренне в том, что не распознаете свет и не повинуетесь ему. Сомнения, которые вы долго вынашивали, нежелание прислушаться к требованиям Божьим, ослепили вас настолько, что тьма кажется вам теперь светом, а свет тьмой. Бог повелел вам устремляться вперед, к совершенству. Христианство – это религия постоянного прогресса. Бог дает нам полный и вполне достаточный свет, и нам нужно только востребовать его. Какие бы обильные благословения не изливал Господь на нас, его источники неистощимы и безграничны, и нам всегда позволено черпать из них. Скептики могут глумиться, высмеивать и отрицать священные требования Евангелия. Мирской дух может на многих оказывать пагубное влияние, а некоторых и вовсе полностью контролировать. Дело Божье может сохранять свои позиции только ценой неимоверных усилий и непрестанной жертвой его подвижников, однако в конечном итоге оно восторжествует. Весть такова. Идите вперед, выполняйте свой долг, а все последствия предоставьте Богу. Если мы будем идти вперед за указывающим нам путь Иисусом, мы увидим Его торжество и разделим Его радость. Если мы хотим носить венец победителя, то должны участвовать в духовной борьбе. Подобно Иисусу, нам нужно усовершиться через страдания. Если бы жизнь Христа была безмятежной, тогда и мы могли бы жить в праздности. Но поскольку Его жизнь была отмечена постоянным самоотречением, страданиями и самопожертвованием, то и мы не должны жаловаться, если хотим быть Его причастниками. Мы можем в полной безопасности идти самой темной тропой, если путь нам освещает свет мира. Когда Господь в последний раз представил мне ваше дело и открыл, что вы пренебрегли данным вам светом, Он велел мне говорить вам прямо во имя Его, ибо гнев Его воспламенился против вас. Мне были сказаны следующие слова. «Это дело поручено тебе Богом. Многие не захотят слушать тебя, потому что отказались слушать великого Учителя. Многие не исправятся, потому что их пути праведны в их глазах. Тем не менее, возвещаем обличения и предостережения, которые я даю тебе, независимо от того, будут они слушать или нет». Цитата, приведенная из свидетельства номер 31, том 5, страница 67. В письмах, которые я пишу, в свидетельствах, которые я возвещаю, я излагаю вам то, что открывает мне Господь. В нашей газете нет ни одной моей статьи, которая выражала бы только мои воззрения. Я пишу лишь о том, что Бог открыл мне в видении, о драгоценных лучах света, сияющего от Его престола. Сказанное относится как к статьям в наших периодических изданиях, так и к моим многочисленным книгам. Я получала наставления в соответствии со словом относительно требований закона Божьего. Я получала указания относительно отбора уроков Христа. Разве мысли, высказанные в моих трудах, не находятся в согласии с учением Иисуса Христа? На некоторые вопросы, задаваемые вами, я не отвечу ни «да», ни «нет». Я не должна делать утверждения, которые будут неверно истолкованы. Я вижу и чувствую опасность, которая подстерегает тех, кто, как мне было указано, ставит под угрозу свои души, внимая ложным истолкованием вести, которые дает мне Бог. Путем многочисленных искажений и ложных доводов относительно написанного мною, эти люди пытаются оправдать свое собственное неверие. Мне жаль тех братьев, которые идут в тумане подозрений, скептицизма и ложных рассуждений. Я знаю, что некоторые из них обрели бы благословение благодаря многим вестям и советам, если бы удалось развеять облака, препятствующие их духовному видению, и они смогли бы увидеть все в истинном свете. Но взор их затуманен, поэтому я не смею обращаться к ним. Когда Дух Божий развеет туман мистицизма, в вестях, которые мне поручено нести, будут найдены тоже полное утешение, вера и надежда, что и в прежние годы. Истина обязательно одержит победу. Тот, кто отдал свою жизнь ради избавления человека от обольщений сатаны, не спит, но бодрствует. Когда его овцы откажутся следовать за чужим голосом, они возрадуются, услышав голос Божий. Мы можем усвоить драгоценные уроки, изучая жизнь Христа. Завистливые фарисеи искажали поступки и слова Христа, которые, будучи верно восприняты, могли бы способствовать их духовному сознанию. Вместо того, чтобы восхищаться его благостью, они в присутствии учеников обвиняли его в нечестии, говоря, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 11 стих. Вместо того, чтобы обращаться непосредственно к нашему благословенному Спасителю, чей ответ сразу обличил бы их в злобных намерениях, они беседовали с учениками и распространяли свою клевету там, где она, подобно закваске зла, могла нанести великий вред. Если бы Христос действительно не обладал благочестием, Он утратил бы влияние на сердца верующих в Него последователей. Но, будучи уверены во Христе, Его ученики не прислушивались к измышлениям злобных обвинителей. Желая навлечь осуждение на учеников, нечестивые обвинители вновь и вновь обращались к Христу с вопросом «Почему ученики твои делают, чего не должно делать?» Когда же наш Господь Сам, как они считали, приступал в закон, они обращались с обвинениями не к Нему, а к Его ученикам, стремясь посеять семена неверия в сердцах Его последователей. Так поступали фарисеи, желая привнести сомнения и разногласия. Они не гнушались никакими методами стремления заранить семена сомнения в сердца малого стада, чтобы заставить людей, поверивших Христу, искать нечто такое, что воспрепятствовало бы в благой и милостивой работе, благовестие Иисуса Христа. Точно такие же действия предпринимаются против истинных верующих и сегодня. Но Господь Иисус читает каждое сердце. Он видит истинные стремления и помыслы всех людей, как по отношению к Нему самому, так и по отношению к Его ученикам. Он отвечает на их мысли, указывая на тех, кто старается найти вину в Его последователях. Нездоровые имеют нужду во врачи, но больные. Евангелие от Матфея, 9 глава, 12 стих. Надменные фарисеи были крайне высокого мнения о своем собственном благочестии и святости, с готовностью внося обвинительный приговор другим. Прошлой ночью в видении я стояла перед собранием наших людей и несла им свидетельства об истине и долге для настоящего времени. После моей речи многие собрались вокруг меня, задавая вопросы. Они хотели получить так много разъяснений по тому или иному вопросу, что я сказала, «Пожалуйста, по очереди, чтобы нам окончательно не запутаться». Затем я обратилась к ним со словами. «Многие годы вы получали многочисленные свидетельства того, что Господь доверил мне определенное служение. Едва ли эти свидетельства могут быть более обильными. Неужели вы отметете все эти свидетельства словно паутину по совету неверующих? Прискорбно, но факт. Многие, кто ныне в замешательстве и в искушении, имели многочисленные свидетельства и возможности рассмотреть их, помолиться и понять. И тем не менее они не могут распознать природу софистики, цель которой – склонить их к отвержению предостережений Божьих, данных для их спасения от обольщений в эти последние времена. Для некоторых камнем преткновения стали мои слова о том, что я не претендую на звание пророка, и они в недоумении спрашивают, почему. Я не могу заявить о себе ничего, кроме одного. Мне было сказано, что я являюсь вестницей Господа, что Он призвал меня еще в юности быть Его вестницей, получать Его слово и передавать ясную и определенную весть во имя Господа Иисуса. В моей ранней юности меня неоднократно спрашивали, являюсь ли я пророком. Я всегда отвечала, что я вестница Господа. Я знаю, что многие называют меня пророчицей, но я никогда не присваивала себе подобного звания. Мой Спаситель провозгласил меня Его вестницей. «Твое дело», – наставлял Он меня, – «нести мое слово». Грядут смутные времена, и от юности Твоей я избрал Тебя нести весть заблуждающимся, нести слово неверующим, пером и устами обличать из слова неправедные поступки. Увещевай из слова. Я открою Тебе мое слово. Оно не будет для Тебя как бы написанным на чужом языке. С истинным красноречием и простотой мои вести будут донесены устами и пером той, кто не получил никакого мирского образования. Мой Дух и Моя Сила прибудут с Тобою. Не бойся человеков, ибо Мой щит оградит Тебя. Не Ты будешь говорить, но Господь дает вести предостережения и обличения. Ни при каких обстоятельствах не отклоняйся от истины. Передавай свет, который Я дам Тебе. Вести для этих последних дней будут записаны в книгах и станут бессмертными, свидетельствуя против тех, кто некогда возрадовался в свете, но не устоял, поддавшись обольщающему влиянию зла. Почему я не претендую на звание пророка? Потому что в эти дни многие, смело провозглашающие себя пророками, позорят дело Христа. И потому еще, что мое служение включает в себя много больше, чем подразумевает значение слова «пророк». Когда эта работа была впервые поручена мне, я просила Господа возложить это бремя на кого-либо иного. Работа была настолько велика, широка и глубока, что я боялась не справиться с ней. Но своим святым духом Господь дал мне силы исполнять то, что Он возложил на меня. Бог показал мне, как разнообразно будет мое особое служение. Мне были даны видения с обетованием. Если ты будешь верно нести вести и претерпишь до конца, то будешь вкушать от плода с древа жизни и пить воду из реки жизни. Господь дал мне великий свет относительно санитарной реформы. И вместе с моим мужем мне надлежало заняться миссионерской медицинской деятельностью. Я должна была показать пример церкви и взять к себе в дом больных, чтобы выхаживать их. Я исполнила это поручение, предоставляя женщинам и детям тщательный уход. Мне надлежало говорить о христианском воздержании, как вестнице Господа. Я с рвением отдавалась этой работе, выступая перед большими собраниями по вопросу о воздержании в самом широком и истинном смысле этого слова. Мне было сказано, что я должна убеждать тех, кто считает себя верующими в истину, в необходимости жить по этой вере в повседневной жизни. Это означает освящение, а освящение означает взращивание и подготовку всех способностей человека к служению Господу. Мне было поручено не оставлять без внимания и не проходить мимо тех, с кем поступили несправедливо. Мне было вменено в обязанность выражать протест против любого произвола и угнетения со стороны тех, кто облечен властными полномочиями по отношению к служителям Евангелия. Какой бы неприятной ни была эта обязанность, я должна порицать угнетателя и взывать к справедливости. Я должна показывать необходимость поддерживать право справедливости во всех наших учреждениях. Если я вижу, что люди, занимающие ответственные посты, пренебрегают нуждами пожилых служителей, я должна вынести этот вопрос на рассмотрение тех, чьей обязанностью является забота о них. Служители, честно исполнявшие свой долг, не должны быть забыты и пренебрегаемы, когда станут немощными. Наши конференции обязаны со вниманием относиться к нуждам тех, кто нес бремя нашей работы. Апостол Иоанн, после того, как он состарился на служении Господу, был сослан на Патмос. И на этом одиноком острове он получил больше видений с небес, чем за всю свою предшествующую жизнь. Когда я вышла замуж, мне была поручена особая забота о детях-сиротах. Некоторых из них я брала под опеку на какое-то время, а затем находила для них семью. Таким образом, я должна была подавать пример братьям и сёстрам, чтобы они поступали так же. Несмотря на то, что мне приходилось много путешествовать и посвящать много времени литературному труду, я брала в себе детей от трёх до пяти лет и заботилась о них, обучая, воспитывая и готовя их для полезной деятельности в будущем. Я брала в свой дом время от времени мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет, окружая их материнской заботой и готовя их для будущего служения. Я считала своим долгом показывать нашим людям пример той работы, которую обязаны выполнять члены каждой общины. Будучи в Австралии, я продолжала деятельность в этом направлении, воспитывая в своём доме детей-сирот, которые в противном случае подверглись бы опасности впасть в искушение, способные привести к гибели их душ. В Австралии мы также осуществляли христианскую, медицинскую, миссионерскую деятельность. Я нередко подолгу задерживалась в Куранбунге, пристанище для больных и сокрушённых. Мой секретарь, получившая подготовку в санатории Баттл Крика, помогала мне, трудясь в качестве сестры милосердия. За это она не получала никакого вознаграждения, и мы завоевали доверие людей, проявляя внимание к больным и страждущим. Со временем в Куранбунге была построена лечебница, и мы освободились от бремени этого труда. Я никогда не провозглашала себя пророчицей. Если другие называют меня так, я не вступаю с ними в полемику. Но моя деятельность охватывает так много различных сфер, что я не могу называть себя иначе, как вестницей, призванной нести вести Господа его народу и брать на себя любую работу, на которую он укажет. Когда я была в последний раз в Баттл Крике, я высказалась перед большим собранием в том смысле, что не претендую быть пророчицей. Дважды я возвращалась к этому вопросу, каждый раз желая выразить следующее – я не провозглашаю себя пророчицей. Если я высказалась недостаточно ясно, то прошу, чтобы все поняли, единственное, что я имела в виду – это отсутствие с моей стороны притязания на звание пророка или пророчицы. Я понимала, что некоторые люди стремились узнать, придерживается ли госпожа Уайт тех же взглядов, которые она выражала много лет назад, когда они слышали ее выступления в санатории, в храме и на лагерных собраниях в предместьях Баттл Крика. Я уверяла их, что весть, которую я несу ныне, является той же, которую я несла в течение всех 60 лет моего общественного служения. Я продолжаю выполнять то же служение ради Господа, которое было возложено на меня еще в юности. Я принимаю наставления от того же наставника. Указания, данные мне, неизменны. Сообщай другим то, что я открываю тебе. Записывай вести, которые я даю тебе, чтобы люди могли прочесть их. Именно это я и стараюсь исполнить. Я написала много книг, и они нашли широкое распространение. От себя самой я не смогла бы наполнить мои труды и истины, но Господь даровал мне содействие своего Святого Духа. Эти книги, содержащие наставления, которые Господь давал мне в течение прошедших 60 лет, несут свет в небес и выдержат испытания исследованием. В возрасте 78 лет я продолжаю трудиться. Мы все в руках Господа. Я доверяю Ему, ибо знаю, что Он никогда не оставит и не забудет тех, кто доверился Ему. Я отдала себя Его заботе. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Первое послание Тимофею, первая глава, 12 стих. Во время выступления я сказала, что не претендую на звание пророчицы. Кое-кто был удивлен таким заявлением. И поскольку об этом много говорилось, я должна привести некоторые объяснения. Другие называли меня пророчицей, но я никогда не присваивала этого звания. Не думаю, что я обязана обозначать себя таким образом. Те, кто присваивают себе звание пророка в наше время, зачастую порочат дело Христа. Мое служение предполагает нечто значительно большее, чем деятельность пророка. Я считаю себя вестницей, которой Господь доверил передавать вести для Его народа. Мне дано наставление, что я в своем служении не должна ограничиваться рамками деятельности пророка, устанавливаемыми теми, кто занят различными предположениями об обязанностях пророка. Мне действительно поручено осуществлять функции пророка, но мое служение не ограничивается ими. Оно охватывает значительно больше, чем доступно для разума тех, кто сеет семена неверия. Часто меня спрашивают о моем состоянии при получении видения и после того. Я отвечаю так. Когда Господь считает нужным дать мне видение, я переношусь в присутствие Иисуса и ангелов и совершенно отрешаюсь от земной реальности. Я могу видеть не дальше, чем ангел указывает мне. Нередко мое внимание направляется на события, происходящие на земле. Иногда же я переношусь далеко в будущее и вижу то, чему надлежит быть. Затем вновь мне показывают уже происшедшее в прошлом. После того, как я выхожу из состояния видения, я не сразу вспоминаю все, что тогда видела. И мне не все представляется ясным до тех пор, пока я не начинаю писать. Когда я пишу, увиденное раскрывается передо мной таким, каким оно было представлено мне в видении. И я пишу с легкостью. Иногда явленное мне оказывается сокрытым от меня после того, как я выхожу из состояния видения. И я не могу вызвать увиденное в памяти до тех пор, пока не окажусь среди людей, к которым данное видение относится. Вот тогда все, что было явлено мне, ярко воспроизводится в моем сознании. Я нахожусь в зависимости от Духа Господнего, в передаче виденного или его описании, так же, как и в получении видения. Для меня невозможно вызвать в памяти показанное мне до тех пор, пока Господь не напомнит мне об этом, в то время, какое Он сочтет благоприятным для передачи видения людям или для описания Его. Хотя я также завишу от Духа Господнего при описании моих видений, как и при получении их, тем не менее слова, которые я использую при описании увиденного, являются моими собственными, за исключением тех слов, которые были сказаны мне ангелом и которые я всегда привожу как прямую речь. Часто задают вопрос, откуда у сестры Уайт такая уверенность, когда она говорит по тому или иному поводу, как будто ей дана власть провозглашать эти вести. Я говорю с такой силой, потому что, когда я нахожусь в затруднении, виденное мной в видении вспыхивает в моем разуме, подобно молнии, сверкающей в грозовой тучи во время сильной бури. Некоторые сцены, представленные мне много лет назад, не сохранились в моей памяти. Но когда возникает необходимость в наставлении, некогда данном в видении, иногда даже в тот момент, когда я стою перед людьми, память о прежнем видении пробуждается резко и ясно, как вспышка молнии, являя разуму именно это наставление. В такой момент я не могу удержаться, чтобы не высказать слова, вспыхнувшие в моем разуме. И не потому, что я получила в тот момент новое видение, но от того, что в моей памяти силой восстановилась представленная мне, быть может, много лет тому назад. Нам предстоит многому научиться и от очень и очень многого отучиться. Непогрешимы лишь Бог и небеса. Тот, кто думает, что ему никогда не придется отказаться от дорогой его сердцу идеи или изменить свою точку зрения, познает разочарование. До тех пор, пока мы с решительным упорством держимся за наши собственные идеи и мнения, мы не сможем обрести то единство, о котором молился Христос. Что касается непогрешимости, то я никогда не претендовала на нее. Непогрешим лишь один Бог. Его слово истина, у него нет изменений и ни тени перемены. Санаторий, Калифорния, 5 марта 1909 год. Я обеспокоена мнением брата А, который в течение ряда лет работал в Южной Калифорнии. Он сделал несколько странных заявлений, и мне больно видеть, как он отрицает свидетельство в целом лишь по причине некоего несоответствия, содержащегося в моем утверждении относительно количества комнат в санатории Парадайз-Вэлли. Брат А говорит, что в письме, написанном к одному из братьев в Южной Калифорнии, я говорила, что в этом санатории 40 комнат, в то время как в действительности там было лишь 38. Это, как утверждает брат А, дает ему основания утратить доверие к свидетельствам. Информация о количестве комнат в санатории в Парадайз-Вэлли была дана мне не Господом, но человеком. Я никогда не получала откровения относительно точного количества комнат в каком-либо из наших санаториев. И сведения, которые я получаю о подобных вещах, исходят от тех, кто должен об этом знать. В моих словах, когда я говорю о таких обычных предметах, не содержится ничего, что должно заставлять людей поверить, будто я обрела познание об этом видении от Господа, и категорически это утверждаю. Когда Святой Дух открывает что-либо, относящееся к учреждениям, связанным с работой Господа, или относящиеся к работе Бога над человеческими сердцами и умами, то весть, которая при этом дается, должна восприниматься как свет, дарованный от Бога тем, кто в нем нуждается. Но смешивать при этом священное с обыкновенным было бы большой ошибкой. В подобном стремлении можно увидеть происки нашего врага, жаждущего погубить души. Каждой душе, которую создал Бог, он дал способности для служения Ему. Но сатана стремится затруднить верующим это служение постоянным искушением, уводящим душу с пути истинного. Он стремится притупить способность человека к восприятию духовного, с тем, чтобы люди не могли различить, где обычное, скверное, а где святое. Мне было дано понимание этого различия служения моему Господу и Учителю на протяжении всей моей жизни. Я получила такую весть. Посвяти себя благороднейшей работе, когда-либо порученной смертным. Я дам тебе высокие устремления и силы и истинное понимание работы Христа. Ты не принадлежишь себе, ибо ты куплена дорогой ценой, жизнью и смертью Сына Божьего. Бог требует служения твоего детского сердца, освященного Святым Духом. Я отдала себя, все свое существо Богу, дабы во всем повиноваться Его призыву. И с тех пор моя жизнь посвящена несению вести, распространению ее пером и устами. В такие моменты мои слова и действия руководимы не мной. Но бывают случаи, когда необходимо высказать обыденные вещи, когда разум должен заняться обычными мыслями, когда нужно написать обычные письма и передать информацию, которая поступила от одного работника к другому. Подобные слова, подобная информация не обретаются в результате особого вдохновения от Духа Божьего. Порой приходят вопросы, не связанные с религиозными темами, и на них также необходимо дать ответ. Мы общаемся по поводу домов и земель, деловых операций, мест расположения наших учреждений с их преимуществами и недостатками. Я получаю письма, в которых меня просят дать совет относительно многих странных вещей. И я даю советы согласно полученному мною свету. Люди вновь и вновь отвергают совет, который мне поручено давать, потому что они не хотят обрести свет, даруемый им. И это побуждает меня с еще большим рвением искать Господа. вопрос. Вот так. Вот так. Вот так. Реверс. Продолжение следует... Продолжение следует...